Как справлялись со своими обязанностями домохозяйки прошлого? Жизнь женщины-служанки в XIX веке. Всем привет! Поговорим о домашних делах, без которых сложно представить жизнь, как в давние времена, так и на сегодняшний день. Однако иногда кажется, что раньше с этим справлялись лучше, даже учитывая, что возможностей тогда было меньше. Раньше на хрупкие плечи женщин-домохозяек точно так же ложилась большая часть ведения хозяйства. Только представьте, сколько хлопот у них было, учитывая отсутствие современных благ, которыми располагаем мы с вами и которые значительно облегчают быт. Именно из-за такой большой нагрузки почти в каждом доме были дворовые девушки или гувернантки. Они помогали хозяйке дома в уборке, готовке, воспитании детей. В их обязанности входила вся мелкая рутина. Во время званых обедов они занимались приготовлением блюд, сервировкой. Также они помогали хозяйке с прической и нарядом, написанием и отправкой писем, шитьем и вышивкой. Девушки-служанки должны были иметь множество умений, чтобы приносить пользу в доме. Уборка была частой и основательной. Каждый день девушкам нужно было стирать, гладить, застилать постели, мыть полы и посуду, протирать серебряные приборы. Дом необходимо было содержать в полной чистоте. И все делалось исключительно вручную. А если служанка была одна, то вся работа доставалась ей. Но более состоятельные семьи имели не менее двух служанок – гувернантку или няньку для детей и повариху. Кухней и черной работой чаще занимались женщины постарше, иногда почти пожилые. У них было больше опыта, который очень необходим в этом деле. Они знали хитрости, которые помогали в быту. Например, чтобы нарезать свежеиспеченный хлеб и красиво подать к обеденному столу, нужно было слегка нагреть острее ножа или опустить в кипяченую воду. Тогда мягкая выпечка не крошилась и не разваливалась. Молодые же девушки в услужении были своего рода помощницами, занимались туалетом госпожи, ее гигиеной, нарядами, внешним видом. Также они хорошо вышивали, выполняли тонкую работу, рукодельничали. В создании причесок дворовые девушки использовали гребешки, зажимы, а также помады и пудры. Помады – это были специальные мази из животного жира, которые применяли как закрепители прически, лак. А пудры делались из рисового или пшеничного крахмала, мука, и с помощью них устраняли жирный блеск, высветляли волосы. Так что дело было не просто в умении сделать модную прическу своей хозяйке, но и правильно приготовить косметические средства. Сами служанки выглядели изящно и утонченно, двигались быстро, но плавно и грациозно. У них бывали роскошные модные прически, поскольку они должны были уметь их делать своим хозяйкам, и иногда заплетали друг к другу. Одевались они скромно, узнать их можно было по белым воротникам и фартукам. Отношения слуг и господ – тема многих произведений. Где-то речь идет о тяжкой доле крепостных, где-то слуги показаны как люди себе на уме, при первой возможности – залезающие в барский карман, персонажи от трагических до комических. Говоря о прислуге, можно выделить два периода – до отмены крепостного права и после. Расцвет крепостничества, случившийся в XVIII веке, давал благородиям возможность не ограничивать себя в количестве рабочих рук. Людей в домах держали тогда премножество, потому что кроме выездных лакеев и официантов, были еще дворецкий буфетчик, а то и два, коммердинер и помощник, парикмахер, кондитер, два или три повара и столько же поварят, ключник, два дворника, скороходы, кучера, форейтеры и конюхи, а ежели где при доме сад, так и садовники. Кроме этого, у людей достаточных, и не то что особенно богатых, бывали свои музыканты и песенники, ну, хоть понемногу, а все-таки человек по десяти. Это только в городе, а в деревне там еще всякие мастеровые, и у многих псари и егеря, которые стреляли дичи для стола, а там скотники, скотницы. Право, я думаю, как всех сосчитать городских и деревенских мужчин и женщин, так едва ли в больших домах бывало не по двести человек прислуги, ежели не более. Теперь и сам это не верится, куда такое множество народа держать. А тогда так было принято, и ведь казалось же, что иначе и быть не могло, пишет Дмитрий Благово в мемуарах «Рассказы бабушки». Во главе прислуги стоял дворецкий. Для организации работы во всем имении, включая деревни, был отдельно нанят и управляющий. Ключницей обычно называли экономку. Лакей, слуга в широком смысле слова, мог выполнять самые разные поручения, от чистки сапог барина до сопровождения барыни на прогулках. Другое название – халуй, со временем приобрело пренебрежительный оттенок. Камердинер, комнатный слуга, часто еще и личный помощник. Стремянный, сопровождающий барина верхом, в том числе на охоте. Выезд, помимо кучера, мог состоять из гайдуков и форейторов. Гайдуки стояли на запятках кареты и могли вытолкнуть ее, в случае, если она увязнет в очередной яме. Если лошадей было много, и они запрягались цугом, попарно, то форейтор, сидящий на одной из идущих впереди, помогал кучеру координировать движение. В помещичьих усадьбах обычно было как минимум несколько девок, они же сенные девушки, от слова «сени». Девки не имели четко прописанных обязанностей и выполняли разные поручения. Например, девка, чаще всего подросток, могла сидеть при входе и звать хозяев в случае появления гостей. Известный художник Василий Тропинин был как раз из числа дворни. Помещик генерал Ираклий Марков вначале хотел отправить его учиться на кондитера, считая, что в усадьбе печь тортики и пирожные полезнее. Переменить его решение смогли только очевидные успехи в рисовании и уговоры многих знакомых. Тропинин несколько лет учился в Академии художеств, но потом Марков забрал его назад в свое имение, в том числе потому, что ему не раз советовали дать вольную столь талантливому человеку, и даже предлагали выкупить его за большие деньги. В итоге художник вновь оказался в провинциальном имении, где иногда рисовал, а остальное время служил лакеем. Однажды это обернулось для помещика конфузом. В имение приехал популярный французский художник, восхитился работами Тропинина и захотел познакомиться с автором. А затем француз был шокирован, увидев у лакейской ливреи того, кому он недавно жал руку и рассыпался в комплиментах. С тех пор от обязанностей лакея Тропинина освободили. Этот же Марков фактически загубил еще один талант. Прокопий Данилевский также был отправлен столицу учиться и с отличием окончил медицинскую академию. Профессора академии уговаривали помещика оставить Данилевского в Петербурге, чтобы талантливый медик мог заниматься научной деятельностью. Несмотря на все уговоры, Данилевский стал просто домашним лекарем и спился. Во многих богатых домах были так называемые дураки и дуры, домашние шуты. Часто это были инвалиды, люди с психическими отклонениями, а иногда и симулирующие сумасшествие, чтобы веселить своими выходками хозяев и их гостей. Потом их вытеснили разного рода приживалки и компаньонки, часто из числа бедных родственниц. В купеческих домах хозяев и особенно хозяек развлекали божьи люди – юродивые, прорицатели, богомольцы, странствующие монахи, а также всевозможные ряженые, которые выдавали себя за таковых. В XIX веке прислуги постепенно становилось меньше. Митрополит Вениамин Феченков, сын бывших крепостных, вспоминает в книге на рубеже двух эпох о жизни в имении середины XIX века. Дворня – крепостные крестьяне, служившие в помещичьем хозяйстве, или, как говорили, имении, в отличие от крестьян-земледельцев, живших в деревне или в селе, если там был храм. К дворне относились управляющий барским поместьем, или иногда бурмистр, чином ниже – конторщик, заведовавший письмоводством, приказчик, исполнявший приказания управляющего по сношению с народом. После в мое время называли его объездчик, потому что его всегда можно было видеть верхом на лошади с кнутом, или приглашающего крестьян на полевые работы, или наблюдающего за исполнением их, потом шли, ключник, владевший ключами от амбаров с хлебом, садовник, выращивавший господам, а иногда еще раньше – и управляющим, ранние огурцы дыни, ухаживавший за стеклянной оранжереей при барском доме, с персиками и разными цветами. Повар на барской кухне. Лакей в барском доме, экономка, горничная, которых мы мало и видали, как и вообще господ. Кузнец, плотник, кучера, один или два – специально для барской конюшни, он же почтарь, а третий – для управляющего и общей конюшни. Собачник, ухаживающий за целым особняком с гончими собаками для барских охот. Потом пчеловод, помню иконописного бородатого старца удивительной кротости. Ну, потом были разные подручные помощники, заведующие овчарней, птичница, коровница, пастух и прочь. Пастух был последним в ранге всех этих служащих, и когда хотели указать на самое низкое бедное житье, то говорили – смотри, а то пастухом будешь. И всех нас звали дворней, вероятно, от слова «двор», придворные. Помещичий же дом был по подобию царского дворца центром, а мы – окружающие, и составляли его двор, или, говоря более униженно, дворню. Не мы сами себя, не даже земледельцы-крестьяне нас не очень высоко почитали, так что слово «дворня» произносилось скорее с неуважением, хотя мы, собственно, составляли уже промежуточный слой между высшим, недосягаемым классом господ и крестьян – мужиков. Управляющий же, бывший фактически господином над всеми нами и мужиками занимал уже исключительное положение, близкое к барскому. Вся эта дворня, включая и управляющего, была безземельной и да и после освобождения крестьян, потому вся жизнь зависела исключительно от помещика и управляющего. Лишись мы места службы, и тотчас же становился перед нами вопрос, чем и как жить, чем питаться, где найти просто место для избы, для существования под солнцем. Но странно, как-то мало об этом думали не только господа наши, но и мы сами. У крестьян тогда большей частью звали их мужиками. Так буду звать их дальше, и я в записках. Был хоть какой-нибудь кусок земли, прежде барской, а потом и собственный клочок. А у нас, без земельных, ничего, ни избы, так звали наше жилье, в отличие от барского дома или дома управляющего, ни земли для постройки, ни огорода даже. Какова же была жизнь прислуги? Разумеется, многое зависело от самих хозяев. В некоторых домах между хозяевами и работниками складывались хорошие отношения, особенно если они были знакомы с детства. Но так было далеко не везде. В уже упомянутых рассказах бабушки описано некое Неклюдова. Был у нее крепостной человек, Николай Иванов, управителем. Так говорят, она его не разбивала до крови своими генеральскими ручками. И тот стоит, не смеет с места тронуться. Когда рассердится, она делается, бывало точно зверь, себя не помнит. У нее были швии, и она заставляла их вышивать в пяльцах. А чтобы девки не дремали вечером, и чтобы кровь не приливала им к голове, она придумала очень жестокое средство. Привязывала им шпанские мухи к шее. А чтобы девки не бегали, посадит их за пяльцы у себя в зале, и косами их привяжет к стульям. Сиди, работай, и не смей с места встать. Ну, не тиранство ли это? Иди, Вибы, ей нужно было что шить, а то на продажу или по заказу заставляла работать. Спали люди, как называли дворню, обычно в общей комнате, людской. Для женской прислуги выделяли отдельную комнату, девичью. Поэт Яков Полонский в воспоминаниях писал, «Вся она была разделена на углы. Почти что в каждом угле были образы и лампадки, сундуки, складные войлоки и подушки. Ночью, проходя по этой девичьей, легко было наступить на кого-нибудь. Все спали на полу, на постланных войлоках. Войлок в то время играл такую же роль для дворовых, как теперь матрасы и перины, и старуха Агафья Константиновна, высокая, строгая и богомольная, нянька моей матери и наши няньки и лакеи, все спали на войлоках, разосланных, если не на полу, то на ларе или на сундуке. В квартирах кухарки иногда спали на кухне, там же, где и готовили еду. В людской на ночь в углу ставили ведро, куда ночью справляли естественные нужды. В некоторых случаях в домах для прислуги был предусмотрен отдельный туалет. В 1833 году свод законов о состоянии людей в государстве, право наказывать своих дворовых людей и крестьян, распоряжаться их личной жизнью, в том числе право дозволять или запрещать браки. Помещик объявлялся собственником всего крестьянского имущества. Даже если наказанный погибал, на практике помещику ничего за это не было. Максимум могли наложить опеку на имение, при которой помещик отстранялся от управления, но продолжал получать с него доходы. Показательный пример отношения к крепостным в целом и дворне в частности есть в мемуарах Авдотьи Панаевой, жены известного издателя Панаева, друга и соратника Некрасова. В 1839 году умер дальний родственник Панаева, богатый помещик страхов, и многочисленные наследники съехались для дележа имущества. Особенно поразила автора жена одного из приехавших родственников. Прежде всего тем, что она проделывала со своим семилетним сыном. Она предназначала его в лейб гусары, и чтобы приготовить к придворным балам, каждое утро на четверть часа ставила мальчика в устроенную деревянную форму, где были сделаны слитки так, что ноги приходились пятка с пяткой. Мальчик, стоя в этой позиции, от скуки развлекал себя тем, что плевал в лицо и кусал руки дворовой девушки, которая обязана была держать его за руки. Для упражнения будущего офицера помещица приказывала созывать всех дворовых детей на лужайку в сад, а сынок, вооруженный длинным гибким прутом, бил немилосердно детей, которые плохо маршировали перед ним. Панаев, увидев такие упражнения будущего офицера, надрал ему уши и освободил дворовых детей от пытки. Сынок заорал благим матом, а маменька вся красная выбежала спасать его. Затем начался безобразный дележ имущества. Сначала приступили к разделу громадных сундуков, в которых хранилось много всякого хлама и разного старинного гардероба от сестер Страхова. Дикие, смешные сцены происходили при этом дележе. Турецкие шали резались на пять кусков, чтобы поровно досталось наследникам, разбивали топором подносы и другое серебро, взвешивая его на весах. Несчастный посредник до хрепоты в горле урезонивал наследников, чтобы они не ссорились из-за каждой тряпки и не затягивали дележа. Разделенные части должны были доставаться наследникам по жребию. При вынимании билетов на имение было ужасно смотреть на наследников. Все стояли бледные, дрожащие, шептали молитвы, глаза их сверкали, следя за рукой дворового мальчика, который, обливаясь горькими слезами от испуга, вынимал билеты. Затем начали таким же образом делить землю и деревни, при этом многие считали, что их обделили. А дальше началось самое отвратительное, в лотерею стали разыгрывать дворовых людей. Вначале наследникам предложили делить людей семьями, но многие посчитали, что и тут может случиться упущенная выгода, потому что состав семей был разный. Тогда сначала разыграли в лотерею молодых мужчин, они стоили дороже, затем женщин, затем стариков и детей. Когда сделалось известным, что матери и отцы разлучены с дочерьми и сыновьями, то всюду раздались вопли, стоны, рыдания. Матери, забыв всякий страх, врывались в залу, бросались в ноги наследникам, умоляя не разлучать их с детьми. Я долго не могла прийти в себя от таких потрясающих сцен. Когда Панаев, чтобы не разделять родителей и детей, обменял крепкого парня на девочку, а одну девушку уступил бесплатно, то на него смотрели как на дурака.